Уникальное место на карте мира – зеленый оазис в низине отрогов Карпатских гор. Все это о Каменке. И вот вам факт номер один. Если о Приднестровье за его пределами знают немногие, то слова о Каменке разлетелось почти по всему миру. И, как вы могли догадаться, все благодаря санаторию Днестр. Его в 1890 году основал внук известного полководца Петра Христиановича Витгенштейна – Федор Витгенштейн. Ландшафт Каменки уникален. Особенно место, где располагается санаторий. Комплекс надежно спрятан за стометровым каменистым склоном. Так что холодные северные ветра тем, кто отдыхает в здравнице, не мешают. А теперь добавим горам наш Днестр, получим целебный коктейль из свежего горного и речного воздуха. Низкую влажность и, на удивление, мягкий для северного региона климат. Неудивительно, что в санаторий так мечтают попасть из-за границы. Кстати, женой Федора Витгенштейна была родная тетушка Владимира Набокова. Своих мемуаров «Другие берега» писатель вспоминал, как проводил летние дни в Каменской усадьбе. Но вернемся на 85 лет назад, когда холмистые местечко в Подольской губернии приобрели супруги Витгенштейн. Именно с этого момента история Каменки заиграла красками. И вот следующий факт. Петр Витгенштейн построил усадьбу, которую в дальнейшем назовут самой величайшей и процветающей во всем Подолье. Усадьба состояла из главного дворца и двух павильонов окружал ее парк. С озерами, насаждениями ценных пород деревьев. Имение славилось виноградниками и цветниками. Один из цветников даже изображал фамильный герб семьи Витгенштейн. Леопардовый лев на лазоревом полотне с гроздью винограда в руках. Это геральдическая фигура родового дома князя Витгенштейн и нынешней Каменки. И снова факт. Именно в Каменке в 1958 году открыли первый в Советском Союзе техникум плодоводства и виноградарства. Символично не находите? Говорить о жемчужине севера можно бесконечно. Каменка. С праздником! Субтитры создавал DimaTorzok